Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Новые технологии для развития круглогодичного транспортного коридора в Арктике. Судовождение по Северному морскому пути выходит на новый уровень. Росатом готовится к запуску цифровой экосистемы. Цифровая экосистема Северного морского пути. Это единое окно, которое позволит предоставлять весь необходимый набор цифровых сервисов для обеспечения безопасности судоходства в Арктике. Это часть федерального проекта на развитие Севмор-пути, за которое отвечает Росатом. Вот такой комплексной системы, которая позволит из одного окна выдавать весь необходимый набор информации, никогда создана не была. И аналогов в мире таким системам не существует. В этой части мы ведем, конечно, новаторскую работу и надеемся, что достигнем необходимых результатов, которые удовлетворят всех наших ключевых партнеров. И вот из чего состоит цифровая экосистема Северного морского пути. Бортовой автоматизированный информационно-измерительный комплекс. Это небольшое устройство, которое оценивает состояние льда вблизи судна. Четыре прибора по бортам на носу и корме. Невооруженным глазом этого не увидишь, но прямо сейчас, во время движения атомного ледокола, лазеры направлены в толщу льда. Сквозь снег и туман он видит даже ночью. Из получаемых данных в автоматическом режиме строится 3D-модель ледяного покрова. Биг уже испытывают на ледоколах Росатомфлота. Сама система состоит из четырех идентичных измерительных блоков. Носовой меряет сплоченность, то есть отношение льда и воды, таросист, то есть высоту тароса. Бортовые меряют толщину по выворотам. А кормовой меряет ширину ледового канала, который остается за судном. И скорость хождения его кромок. Еще одна неотъемлемая часть будущего ледового навигатора – средства авиационной разведки. Сейчас в работе два аппарата. Первый – квадрокоптер с радиолокатором на борту, который посылает электромагнитный импульс в толщу льда. Для данных ледовой обстановки, измерения его толщины, характеристик течения, дна и других необходимых параметров. Площадь захвата радиолокатора – порядка 10 километров, с возможностью полета за 100 километров от ледокола. Это даст оперативную поддержку принятия решений, причем независимую от функционирования глобальных космических систем, полностью независимой от зарубежных партнеров, поскольку до сих пор, как известно, очень долго навигация на 7-мор пути держалась на данных зарубежных спутников. Еще один беспилотный летательный аппарат, также необходим для ледовой разведки, уже на расстоянии до 200 километров от судна. И тоже с радиорадаром на борту, но дает лишь цифровое изображение обстановки на еще большую площадь. Аппарат вот такого типа будет базироваться на палубе ледокола, взлетать с палубы, в достаточно тяжелых погодных условиях, которые для Арктики характерны, садиться обратно на палубу. Полученная информация с этих измерительных устройств в реальном режиме передается в фонд данных, специально разработанное программное обеспечение. Именно искусственный интеллект определяет параметры льда. В конце концов мы хотим получить некое подобие навигатора. Навигатор по трассе 7-мор пути именно тогда, когда она покрыта ледовым покровом. И, наконец, ядро цифровой экосистемы — единая платформа цифровых сервисов. Сюда стекаются данные с устройств, которые работают на ледоколах и других судах. К ним добавляется информация с нашей спутниковой арктической группировки. По итогу вырисовывается полная картина. Состояние ледового покрова, гидрометеорологические данные, расстановка ледокольного флота и другое. На отечественном ПО все это обрабатывается. И на основании полученных данных создаются рекомендации для движения по Севморпути. Цифровая платформа состоит из девяти подсистем, которые будут из одного окна предоставлять весь необходимый набор цифровых сервисов всем участникам рынка по Северморскому пути. Цифровая экосистема Северного морского пути создает ее дирекция по поручению российского правительства по программе инициативы социально-экономического развития «Круглогодичный Севморпуть». В цифровой экосистеме ледоколы – это главные звенья. Напомню, Арктика, Урал и Сибирь уже работают в акватории Северного морского пути. И в горизонте 30-х годов таких ледоколов будет уже семь. А чтобы обеспечить техническое обслуживание новых атомоходов, необходимо специальные суда. Подписан контракт на строительство судна атомно-технологического обслуживания, которое получило имя «Айсберг». Его планируют построить до конца 2029 года. А теперь о строительстве новых атомных станций в России. «Ленинградская С-2» продолжается подготовка к возведению третьего и четвертого энергоблоков с реактором ВВР-1200. Будущая площадка строительства площадью почти в 100 гектаров полностью расчищена и готова к новому этапу подготовительных работ. Чтобы начать работать на котловане в этом году, из ключевых событий на этот год, мы должны выйти с проектом в экспертизы, получить разрешение на строительство и лицензию на сооружение. На сегодня я скажу, что работают все в графике, даже с неким опережением. При проектировании второй очереди ВВР-1200 на «Ленинградская С-2» инженеры старались бережно отнестись к природе. Так, например, при подготовке площадки к строительству рельеф будет практически не изменен. Строители снимут плодородный слой почвы и перевезут его на временное хранение. А после завершения строительства землю вернут и используют при благоустройстве территории. Строительство второй очереди другой атомной станции «Курская С-2» обсудили на общественных слушаниях. Жители Курской области поддержали возведение третьего и четвертого энергоблоков, строящейся атомной станцией с реакторами ВВР-ТОЭ. За круглым столом обсудили оценки воздействия новых блоков на окружающую среду, вопросы безопасности и другое. Приоритет безопасности – это неприкасаемый приоритет, которому уделяется внимание на всех этапах жизненного цикла станции. Начиная от размещения, проектирования и сооружения, потом эксплуатации и вывода из эксплуатации. Будущее третьего и четвертого энергоблоков еще только обсуждают, а первые два вовсе устроятся. На прошлой неделе, в том числе на площадке «Курская С-2» прошел Управляющий совет по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий и атомной отрасли». Подробности далее. В этом году площадке «Курской АС-2» присвоен третий, наивысший уровень строительного ПСР-образца. Это значит, что процесс строительства организован максимально эффективно, а опыт строительства энергоблоков ВВР-ТОЭ будет тиражирован на других АЭС. Также обсуждались итоги реализации проекта «Эффективный регион» в Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС. Благодаря внедренным методам ПСР в городском управлении удалось оптимизировать многие процессы, повысить качество обслуживания в муниципальных органах и решить ряд городских проблем. Так, например, перестроив схему движения служебного транспорта через объездную трассу, центр города избавился от утренних и вечерних пробок. Мы видим эффект от этого всего. Сегодня у нас ряд направлений учреждений культуры, различные сферы от ЖКХ до образования вошли в эту систему, производственную систему Росатома, обучили своих сотрудников и активно взаимодействуем и работаем вместе. Далее краткий видеообзор других событий атомной отрасли. На втором энергоблоке «Беларусь-КС» начался этап энергетического пуска. Соответствующее разрешение выдал Госатомнадзор Республики Беларусь. Документ позволяет приступить к ступенчатому подъему мощности реакторной установки до 40% от номинальной, при достижении которой произойдет выдача электроэнергии в единую энергосистему страны. Доля Росатома на мировом рынке кобальта 60 к концу года достигнет 30%. Этот изотоп применяется для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов, питания и модификации материалов. Кобальт-60 нарабатывают на реакторах РБМК, Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС. Сборка российских космических ракет станет быстрее благодаря Росатому. Центр имени Хруничева внедряет в производство цифровую систему «Логос». Переход на нашу систему виртуального моделирования также позволит Роскосмосу сократить сроки и стоимость сборки ракетно-космической техники. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем выпуске. Глава Росатома Алексей Лихачев встретился в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в центре внимания обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Делегация Международного агентства по атомной энергии заслушала отчет о мирах, которые предпринимает Росатом для безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России». В прошлых сезонах в нем приняли участие более трех тысяч сотрудников Росатома. Все они получили консультации от ведущих управленцев страны и рекомендации по развитию управленческих компетенций от лучших HR-специалистов. А девять атомщиков стали победителями и выиграли образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Войти в число лучших можете и вы. Регистрация открыта до 14 мая. Подробности на сайте конкурса. На Белоярск АЭС завершился планово-предупредительный ремонт энергоблока с быстрым реактором БН-600. Подробнее в нашем следующем сюжете. Третий энергоблок Белоярск АЭС встретил 43-й день рождения, успешно завершив очередной плановый ремонт. Часть работ была связана с продлением срока эксплуатации быстрого реактора. Все у него, как и в жизни человека. Конечно же, это уже зарелый мужчина, у которого появились свои болячки за время его жизни, с которыми мы боремся в периоды ремонтов, можно сказать, диспансеризации ежегодных блока. И успешно весьма. В частности, был обследован электродвигатель одного из питательных электронасосов. Всего на третьем блоке их 9. И каждые 6 лет по порядку двигатели проходят ревизию. Мы сейчас проводим оценку его, даем рекомендации по восстановлению ресурса. И после восстановления его можно будет включать в работу. Около 500 человек были заняты на оборудовании реакторного турбинного цеху, обеспечивая своевременное и качественное выполнение задач. Более ответственная работа. Как говорится, гаечки, гаечки, болтик, болтик. К другим темам выпуска. В атомном городе Энергодаре, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, при поддержке Росатома проведен капитальный ремонт бассейна. Там заменили систему водоснабжения, вентиляции и электричества, а также приведены в порядок раздевалки. Занятия в разных секциях уже стартовали, а для детей до 18 лет открыт бесплатный набор. Это прекрасный вид спорта для оздоровления всего организма детского. Поэтому мы всех ждем на наших голубых дорожках. И взрослых, и детей, и гостей. А далее в программе рубрика «Семья Росатом». Атомная промышленность – это высокие технологии и достижения, которыми гордится вся Россия. А главное – людям, которые все это создают. Это большая дружная семья. О поддержке, взаимопомощи и добрых проявлениях души атомщиков – наша новая рубрика «Семья Росатом». Тысячу толстовок, кольцом, балаклав и шапок подготовили для отправки военнослужащим на Донбассе мастерицы пошивочного цеха Кольской АЭС. Главным вдохновителем и организатором швейной помощи стала ветеран атомной промышленности, почетный работник Кольской АЭС, а ныне специалист по связям с общественностью Татьяна Григорьевна Плаксина. Вдалеке была от нас эта информация, но случилось так, чтобы пришла весточка, что до передовой при штурме Артемовска погиб мой 27-летний племянник. Я съездила на полигон Вагнера, увидела, что и как там формируется, переговорив с ребятами, которые там служат, которые отдают свой долг нашей Родине, которые знают проблему в наших войсках и в наших частях. И посчитала, что к этой теме нужно вернуться в нашем городе. Пошивочный цех организовали непосредственно в стенах информационного центра атомной станции. Первыми его работниками стали серебряные волонтеры, которые с рвением молодых начали осваивать навыки шитья. И самое главное смотрите, чтобы не попало под нож булавочка. Иначе вы испортите ножи и на лапку всю машину испортите. На поворотах не гнать. Нам предоставлена ткань, девушки из Мурманска делали крой, а мы здесь занимаемся сборкой, чтобы помочь и ускорить все сделать вовремя, в срок. Пора уже отправлять ребятам на фронт. Пока сезон еще не закончился, пока именно сейчас холодно, они в окопах, им надо морально их поддержать. И теплом, и нашей энергетикой. Я вообще раньше была медиком, но по возрасту я уже снята с учета с военного, и поэтому мне близко знакомо все. Это я и работала в воинской части, с этими солдатами была связана. Это мой долг, наверное. Теплая, комфортная такая, а шапочка просто. Хочется даже тоже себе такую сшить и носить. На лыжах бегать очень удобно в такой. Ну ты уж в комплекте бы одела, и шапки такую, и носок такой. Да она так держит теплая, и у тебя сейчас на носилке полосит. Сюда у нас подключились женщины не только с Кольской атомной электростанции, и пенсионеры Кольской атомной электростанции, ветераны Кольской атомной электростанции, но это также и Чернобыльская городская общественная организация, и швеи просто города, полярные зори. И очень большую помощь еще оказывает молодежь нам. Спасибо, во-первых, всем, кто поддержал нашу инициативу, и кто вместе с нами участвует в этой работе. В 2001 году, выбирая между проектированием и изготовлением разгонных блоков космических аппаратов и производством оборудования для атомных станций, Андрей Николаев выбрал последнее и устроился в Центральное конструкторское бюро машиностроения. Была работа с чертежами, с железом. Здесь уникальные вещи делают. И здесь высокого уровня профессионалы работают. Очень сильно привлекло. И потом затянуло. Сегодня ЦКБМ – это разработчик и изготовитель главных циркульционных насосов для реакторов ВВР как в России, так и за рубежом. Предприятие также проектирует и производит вспомогательные насосные аппараты для атомных станций и широкий спектр дистанционно управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. В середине марта линейку продукции пополнили циолитовые фильтры для Тяньваньской АЭС и ГЦН для реактора БРЕС-300, способный перекачивать расплавленный свинец. Эта постоянная новизна мотивирует нашего героя уже два десятка лет. Мне, во-первых, это интересно, потому что мы создаем новые вещи. Каждый раз это по-новому. В рутина это не превращается. Даже некогда об этом задумываться, потому что на сборке скапливаются все проблемы, которые были допущены при проектировании, технологические закупки и так далее и тому подобное. И нужно каждый вопрос разобрать и дорешать. Это все влияет на сроки. И вот этот принцип, что не ушел с работы, пока не доделал, он очень помогает. Андрей Николаев живет по принципу «взялся за дело, доведи его до конца». Это касается как производственных задач, так и личных целей. Получив хорошую техническую базу в ВУЗе, наш герой устроился в ЦКБМ мастером участка. Но желание карьерного роста заставило его не только постигать нюансы технологического процесса, но и приобретать навыки управления людьми. Нужно уметь с человеком подойти, пообщаться, потому что у одного одно настроение, у другого другое настроение. И вот эту вот часть, конечно, приходится возмещать. Ее в институтах просто так не дают. И умение заинтересовать человека, чтобы человек захотел это сделать, это тоже большое умение. И это должен делать руководитель обязательно. Собирать людей, рассказывать, для чего это делается, чтобы люди понимали и зону ответственности, и то, с чем им придется столкнуться. Будучи человеком честным, общительным, ответственным и любознательным, Андрей закономерно поднялся по карьерной лестнице. Своим примером он с подвига работников цеха добиваться производственных высот. Сотрудники подразделения нашего героя Алексей Елькин, Дмитрий Денисов и Роман Шилин в разное время выходили в финал и становились победителями конкурса «Человек года Росатома». Чемпион Шилин Роман Викторович, электрогазосварщик 6-го разряда, АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения». Обязательно нужно хорошую команду иметь, которая всегда тебя поддержит и с которой тебе приятно работать. Я люблю свой коллектив, который на протяжении 20 лет, вот мы работаем, мы уже до такой степени сработали, что это как второй дом. Мы когда начинаем что-то новое делать, это всегда завлекает и хочется довести дело до конца. И это у нас всегда получается.